Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, исполнение которого для каждого человека – дело чести. Именно поэтому 23 февраля – это день сильных, мужественных, твердых духом людей. С таких слов начинался большой праздничный концерт, который в канун Дня Защитников Отечества прошел в городском Доме культуры. Зал ГДК в этот день был наполнен до отказа. В числе приглашенных – в первую очередь те, кто связал свою судьбу со службой в армии. Действующие и отставные военные. Время идет, неумолимо забирая от нас тех, кто прошел горнило Великой Отечественной войны. Но большая патриотическая работа среди молодежи, которую они проводили все эти 70 послевоенных лет, не заканчивается. Я хочу обратиться к моим соратникам, ветеранам вооруженных сил. Вроде мы считаемся в отставке. Но вы же знаете, есть такая поговорка – военный человек не может быть в отставке. И я призываю всех ветеранов, кто не приступил к воспитанию молодого поколения, помогайте нам, учите молодежь защищать нашу Родину. В торжественной обстановке на сцене городского Дома культуры в этот день 10 юношам, будущим защитникам Родины, были вручены главные документы в их жизни – паспорта гражданина Российской Федерации. Церемонию вручения провели председатель районного совета Григорий Литовко и заместитель начальника управления Федеральной миграционной службы в Славянском районе Олег Ступишин. Подарком гостям мероприятия стал концерт в исполнении ансамбля «Песни и пляски» и «Управление ФСБ России по Краснодарскому краю». Мария Горошкова, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова